Проверка таксистов и иностранцев на дорогах. Сотрудники ГАИ проверяют такси с опознавательными знаками. То есть объекты проверки только те, кто работает в фирмах по перевозке пассажиров легально. Многие из тех, кто попал в поле зрения ГАИ, сегодня правила не нарушали. То есть могут предъявить российское водительское удостоверение, страховку, путевой лист. Многие из встретившихся нам в этот день на дороге, по рассказам, таксуют уже много лет. В большинстве случаев имеют вид на жительство или разрешение на временное проживание. Один из таксистов не имел с собой путевого листа. Другой водитель иностранец, правда, без пассажиров в салоне может предъявить только узбекское водительское удостоверение. Уверяет, что на самом деле не таксист. Ну я же не таксую. Не таксуете? Просто так ездил на машине такси? Да. В аренду взял. Что? В аренду взял. В зале в аренду и передвигаетесь без такси? Передвигаюсь. Без пассажиров? Без пассажиров. В такси давно работаете? Не работаю в такси. Не работаете? Не. А гражданин какой страны? В Узбекистане. Давно здесь? Давно. Сколько лет? Девять. Кем? Чем занимаетесь? Стройки работают. Даже при зафиксированном нарушении штраф не велит 500 рублей, да еще со скидкой 50%. В случае неоплаты штрафов в течение 60 дней будете привлечены по статье 20.25 по АПРФ. Грозит административные до 15 суток при подназначении штрафа в двойном размере. Мы зафиксировали одно управление легковым такси без путевого листа и также зафиксировали управление автомобилем легкового такси, на котором нанесена цитографическая схема такси, без путевого листа и без российского национального водительского удостоверения, что является нарушением требований федерального закона 196. В Приморском крае введены ограничения, что даже если гражданин из Пакистана, Таджикистана получает российское удостоверение водительское национальное, он по патенту не имеет права осуществлять именно деятельность по перевозке пассажиров. Управлять такси может обладатель российского водительского удостоверения, а также документа Кыргызстана или Северной Осетии. Однако напомним, сегодня сотрудники ГАИ проверяли только машины с шашечками, цветографическими схемами, эмблемами фирм такси. Большинство из тех, кто зарабатывает извозом и пользуется услугами диспетчеров фирм-агрегаторов, не получают лицензии, не проходит техосмотр. Просто скачивают приложение и присоединяются к этому бизнесу с минимумом данных о себе. Очень часто не требуется даже паспорт.